Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48333. Эфир канал РЕН-ТВ продолжает новости Анапа-регион в студии Ирины Меркурьева. Здравствуйте! Смотрите сегодня выпуски. Добросовестным фирмам такси в Анапе дают зеленый свет и создают оптимальные условия для работы. Нелегалам светят штрафы и лишения. Очередная сессия совета прошла в селе Гайкадзор. Погасите долги и живите спокойно. Судебные приставы и инспекторы налоговой службы напомнили должникам об ответственности. В спортивно-здоровительном комплексе «Волейград» стартовал турнир «Анапа-Оупен». Система пассажирских перевозок в курортной Анапе должна быть выстроена по новым правилам. Отныне всем добросовестным фирмам такси создают преференции. Приезжих нарушителей правил перевозки наказывают по закону. О том, как сегодня налажена сеть перевозок такси из главного транспортного узла курорта Международного аэропорта «Анапа», расскажем прямо сейчас. Благоустроенная оборудованная стоянка для такси на территории аэропорта не роскошь, а необходимость. Остановка с графиком движения общественного транспорта с сообщением аэропорта «Анапа» – обязательное условие. Причем не только для автобусов. В расписании должно быть указано время движения такси легальных перевозчиков. Сейчас временное будет вывешено. И в дальнейшем будет нормальное расписание вывешено для того, чтобы информировать пассажиров, прилетающих на отдых, о прибытии автобусов. И также будет информация о легковых такси. Исправлять недоработки в Анапском аэропорту взялись после рабочего визита главы курорта. Сергей Сергеев обратил внимание ответственных служб на то, что прибывающие в Анапу туристы, садя с трапа самолета, оказываются предоставленными сами себе. Ни информация о движении городских автобусов, ни разъяснение о риске использования нелегальных такси. В этом году ситуация в сфере пассажирских перевозок должна кардинально измениться. Отныне бомбила нежеланные гости в Анапе на ее главных транспортных узлах. На авто и железнодорожных вокзалах в аэропорту. Права гостей курорта и жителей курорта на безопасное передвижение охраняют власти города, запрещая нелегальным таксистам устраивать стихийные стоянки и буквально за руки тащить пассажиров в автомобиль. Проверенные работающие под белым флагом таксисты и только через диспетчерскую службу. Такие требования предъявляют перевозчикам и предупреждают пассажиров о безопасности уже в аэропорту. Разрабатывается информация для информирования пассажиров о том, чтобы, ну, рекомендация об использовании легальных легковых такси и автобусов. Фирменный, значит, качественный. Все фирмы такси, зарегистрированные в Анапе в период летнего сезона, будут работать в оптимальных условиях. Добросовестным перевозчикам создадут преференции. Нелегалов по-прежнему ожидают штрафы и лишения транспорта за попытку отбомбить сезон. Также повышенное внимание уделяют внешнему виду территории. Все здания, вокзалы, прилегающие к ним территории, должны быть в идеальном порядке 24 часа в сутки, во время высокого сезона и после него. Очередную сессию Совета депутатов провели в селе Гайкадзор. На выездной сессии рассмотрели проблему увеличения продукции личных подсобных хозяйств. Главы всех сельских округов Анапы также приняли участие в обсуждении. Давно знакомый, но не так основательно Гайкадзорский сельский округ в реальных цифрах реальной сельхозэкономики. Перед началом выездной сессии депутаты Совета муниципального образования прошли с экскурсией по участкам сельхозназначения. Всего в Гайкадзорском сельском округе 1527 дворов, то есть 1527 личных подсобных хозяйств. Значит, площадь сельскохозяйственных угодий в границах Гайкадзорского округа 2088 гектар. Из них пашня занимает 1771 гектар, 260 гектар виноградников и 18 гектар садов. Участники сессии пообщались с анапскими фермерами и предпринимателями, занятыми выращиванием овощей и винограда непосредственно в поле. Вместе у краевощных грядах, в теплицах и у виноградных рядов обсудили проблемы развития производства сельхозпродукции. Депутаты, представители санаторно-курортного комплекса обменялись контактными данными для налаживания сотрудничества о поставках овощей и ягод в здравницы. А кто-то сразу вызвал в поле своих сотрудников для предметного разговора о наполнении меню отдыхающих в анапских здравницах продукции местных сельхозпроизводителей. Интересен оказался опыт предпринимателя Ливона Топольяна по выращиванию столовых сортов винограда и созданию крестьянского подворья, как элемента только-только создающегося в Анапе сельхозтуризма. Какие у вас есть проблемы, какие перспективы? Реально, сколько надо вложить, чтобы нормально получать продукты? Я не могу сказать, я как бы все цифры не вывозил. Я делаю или не делаю. Гектар виноградника сегодня, да, хороших сортов, хороших столовых сортов. Но садится не меньше 500 тысяч. Кроме финансовых затрат, трудовые на земле работали всей семьей. Здесь надо учитывать вот этот виноградник. Поверьте, сажал вместе с дочками, начиная с пяти утра, сами, все поливы, пилобретки. То есть, это еще и колоссальный физический труд всей семьи. После знакомства с фермерами депутаты обсудили проблемы и перспективы развития сельского хозяйства на сессии. Провел пленарное заседание председатель Совета муниципального образования Леонид Кочетов. В ее работе принял участие заместитель главы администрации Олег Костенко, курирующий работу администрации сельских округов. К работе депутатов присоединились главы сельских округов, анапские фермеры и жители села. В обсуждении доклада сельхозуправления особенно активное участие приняли депутаты аграрии Ливона Домян, Геннадий Демурчев, Евгений Громыко, председатель бюджетного комитета Федор Янишогла и председатель Совета Леонид Кочетов. Они отметили важность обеспечения продовольственной безопасности страны и граждан качественными продуктами питания. Внесли конкретные предложения по повышению производства сельхозпродукции, о совершенствовании политики поддержки сельхозпроизводителей, снижении издержек на логистику, хранение и переработку сельхозпродукции, о создании моторно-тракторных станций и доступе производителей к дешевым энергоресурсам. Обсудили вопросы подготовки специалистов для села и улучшения качества жизни в сельской местности, что неразделимо. Так, например, решение о включении ныне необрабатываемых полутора тысяч гектаров земель в сельхозоборот позволит создать на селе порядка 7-9 тысяч рабочих мест. Это приведет к увеличению поступлений в местный бюджет, что в свою очередь позволит увеличить осигнование на решение социальных проблем села. Депутаты утвердили план мероприятий муниципального образования по увеличению производства в малых формах хозяйствования, плодовочной продукции, технического и столового винограда. Сотрудники службы судебных приставов совместно с налоговой службой и администрацией города провели очередной рейд. Неплательщикам и должникам напомнили об обязательстве погасить долги. Как и следовало ожидать, дверь открывают далеко не все. Общаться с представителями закона желания у должников нет. В лучшем случае выходят дети и сообщают, что взрослых дома нет. Следующий шаг – извещение. Судебные приставы оставляют в почтовых ящиках требование явиться лично в службу в назначенный день. В случае, если должник не явится добровольно, последует принудительный привод. Вместе с тем, не всех должников можно назвать злостными. Хозяин дома по улице Русская, 17, не успел выйти к приставам и догнал их уже на следующем объекте. Я вышел раз, уже газель поехал. Но я увидел, что в форме как-то садились. Я, в принципе, так и понял. Ну, поэтому… То есть никто ни от кого не скрывается, но ситуация такая. Мы в ГАИ были неоднократно. Приглашение для разбирательства получил лично и пообещал погасить долги. Видите, что ситуация? Вы нам сейчас закрыли карточки и расчетный счет. И мы не можем работать, мы не можем денежный оборот проводить. Ну, это, к сожалению, принудительная мера. Погасать задолженность и будет снят арест. А как вообще его снять? Вообще в течение какого времени машина… Существует несколько способов принуждения налогоплательщиков закрыть задолженности. Среди них арест имущества банковского счета и запрет на выезд за границу. Настоятельно рекомендуем должникам проверить информацию об имеющейся задолженности на официальном сайте службы судебных приставов. По состоянию на сегодняшний день в бюджет было взыскано порядка 27 миллионов рублей. В Анапе началась рассылка налоговых уведомлений на оплату налогов на имущество, землю и транспорт. Поэтому не забудьте закрыть все долги перед государством до 1 ноября 2014 года. И к другим темам. В спортивно-здоровительном комплексе «Волейград» стартовал турнир «Анапа Оупен». По случаю начала международных соревнований спортсмены приняли участие в пресс-конференции с представителями анапских СМИ. В спорткомплексе «Волейград» второй год подряд проходят соревнования по волейболу высокого уровня. Спортсмены оценили условия организации турниров в «Анапе» на «отлично». Проведение соревнований разного уровня – всероссийских и международных. В «Анапском Волейграде» вклад в развитие и популяризацию олимпийского вида спорта. У профессиональных спортсменов свой особый взгляд. Я очень рад, что имею возможность находиться здесь, потому что комплекс, само собой, очень понравился. Понравился то, что «Анапа» уже второй год подряд организует под эгидой ФВБ турнир. И, само собой, есть какие-то проблемы текущие, но все они решаются буквально сразу. Спортсмены рассказали журналистам о планах на этот сезон и последующие. Мужская сборная по волейболу после соревнований в «Анапе» поедет на чемпионаты в Москву и Берлин. Затем после небольшого перерыва в Африку. Женская сборная России по пляжному волейболу поедет в сентябре в Бразилию. Впереди у спортсменов финал соревнований большого шлема, где будут учитываться результаты малых и больших шлемов. На него, конечно, надо еще отобраться, но тоже такое финальное. А именно для нас сейчас, наверное, вот эти три недели самые важные. Турнир «Анапа» «Опен» стартовал играми женской квалификации. Мужской сборной, кубанские спортсмены, бронзовые призеры первого этапа чемпионата России. Константин Семенов, Вячеслав Красильников. Все российские команды начинают игры с основной сетки. Мирового тура серии «Опен» в Анапе по пляжному волейболу с призовым фондом в размере 150 тысяч долларов США в Волейграде проводится с сегодняшнего дня. В турнире принимают участие представители 31 страны. Посмотреть на игры спортсменов олимпийского вида спорта можно бесплатно. В спорткомплексе «Волейград» завершится турнир 1 июня. И еще одна новость из спортивного «Витязева». Стартовал седьмой ежегодный фестиваль по баскетболу «Витязева-2014». Соревнования давно приобрели статус международных. И в этом году среди участников географии российских городов и стран СНГ. Почетное построение делегации на пустые слова организаторов соревнований, приветствия команд, открыли фестиваль. В сетке соревнований четыре турнира. Двум этапам дан старт. Командам спортсменов 2000 и 2001 года рождения. После торжественного открытия баскетболисты вышли на игровую площадку. Был удивлен подготовкой некоторых команд. Казалось бы, дети 5-6 класс. Но тем не менее, передвижение, какие-то технические моменты очень даже сильные. Более 250 баскетболистов приехали в село Витязева. Сборные команды из 12 регионов России и команда из Республики Казахстан. Одна из лучших и сильнейших представителей этого вида спорта. Анапская команда в тройке лидеров. В первую игру со сборной командой Республики Бурятия анапчане проиграли. Вторую с подмосковной командой Фрязина выиграли со счетом 30-35. У меня тренер говорил выходить на штрафную, мне давали пас, чтобы я забивала. Между командами юношей борьба разыгралась нешуточная. У баскетболисток соревнований меньше. И команд девушек на турнире в два раза меньше. Играют, тренируются и активно отдыхают. Фестиваль носит спортивно-оздоровительный характер. Программа фестиваля выстроена таким образом, чтобы основной блок спортивных состязаний происходил до обеда. После обеденное время дети имеют возможность позагорать, отдохнуть на море. В программу фестиваля включена расширенная конкурсная программа. Баскетбольные конкурсы. Дети с огромным удовольствием по опыту прошлых лет принимают участие в этих конкурсах. Итоги соревнований подведут 4 июня. Победители получат медали, копки, призы и грамоты. С 5 по 14 июня пройдут следующие два турнира между командами 99 и 2000 года рождения. Анапский центр занятости населения проводит ярмарку вакансий для подростков от 14 до 18 лет. Мероприятие пройдет в пятницу 30 мая с 11 до 12 часов на территории центра занятости на улице Калинина, 12А. Справки и дополнительную информацию можно узнать по телефону. 4-0-2-38 и 4-0-9-11. Это все новости на сегодня. О том, какой будет погода завтра, расскажем прямо сейчас. Партнер прогноза погоды аптека «Апрель». Теперь аптека работает и на улице Заводской, 28. Этой весной приходите в апрель. Аптичная сеть «Апрель» отмечает день рождения. Весь месяц скидки, подарки и призы. Только у нас и только в мае. Купи одну упаковку «Редуксинлад» и получи вторую в подарок. Апрель всегда рядом. Телефон единой справочной службы 8 800 290 01. В пятницу, 30 мая, в Анапе облачно с прояснениями. Температура воздуха днем плюс 25-27, ночью до 20 градусов тепла. Ветер юго-восточный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 19 градусов. Далее блок полезной информации от партнера программы производственного предприятия «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны 48 300 и 48 333. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова